В начале ноября делегация Ульяновской области принимала участие в итоговом форуме активных граждан сообщества, который проходил в Москве. Там же состоялся Совет общественных палат региона России, где активное участие принял председатель региональной палаты Александр Чепухин. Обсуждались вопросы. Первое – это необходимость несения изменений в закон об общественных палатах. Были предложения с регионов. Но в любом случае главным вопросом был вопрос работы общественных палат в регионах. Какие есть сложности? Вот приводились такие примеры, где в регионах даже нет аппарата у общественной палаты. Ну, опять же, здесь, что я могу сказать, если губернатор региона заинтересован в выстраивании диалога с обществом и видит в этом палату, я бы сказал, даже важнейший орган, который в настоящее время способен выстроить этот диалог, это именно общественная палата. Там она обеспечена соответствующими условиями, так как это сделано в Ульяновской области. Кстати, там и прозвучал пример не только в организации работы общественной палаты, но и в тех новых направлениях, которым палата сейчас занимается. Это выстраивание диалога через социальные сети, что достаточно удобно для наших граждан. Не нужно там куда-то ехать, звонить, писать. У многих есть доступ к интернету, они могут не только свои обращения нам направлять, участвовать в наших мероприятиях, дискуссиях, обсуждениях и так далее. Но основным вопросом все-таки был вопрос работы общественных советов при исполнительных органах государственной власти, как и палата Российской Федерации занимается на федеральном уровне переформатированием работы этих советов, чтобы они были живые, чтобы они могли формировать свою повестку, они собираться тогда, когда это удобно министерству и не принимать какие-то удобные решения. Во всяком случае, в вопросах обсуждался и составы этих палат, потому что во многих регионах, не палата, а советов, потому что во многих регионах одни и те же люди могут входить в советы различных министерств. Вот были такие примеры, где один человек состоял в пяти советах. То есть все-таки советы, они должны быть настроены на отрасль, они должны быть индивидуальны, там должны быть специалисты, но опять же люди, которые неравнодушны, которым не безразлична работа этой отрасли. Вот, например, с чем мы здесь столкнулись, мы же тоже два месяца занимаемся переформатированием работы общественных советов, направляем туда наших делегатов от общественной палаты. Ну, не всегда все это проходит гладко. А опыт работы общественной палаты других регионов вы какой-то переняли, что-то будете внедрять, какие-то новые новшества уже в наш регион? Интересен был наш опыт работы посредством социальных сетей, с которыми я поделился с коллегами, которые участвовали в этом мероприятии. Но то, что касается опыта работы общественных палат регионов, я бы сказал, что он достаточно различный. Есть те моменты, которые мы могли бы здесь адаптировать, могли бы внедрить. Я думаю, что в нашей дальнейшей работе вы это увидите. Очень был интересный момент, когда задали вопрос председателю общественной палаты России о том, что общественная палата, она все-таки оппонент правительству или идет рука об руку? Такая задача не должна стоять, что общественная палата должна быть каким-то оппонентом. Общественная палата должна быть коммуникатором, как и общество в сторону правительства, так и правительство в сторону общества. Мы не должны замыкаться только на сборе каких-то там жалоб, предложений и так далее общества и доведение до какого-то конечного результата их обращения. Но мы также должны транслировать, какие решения принимаются правительством, вопросы государственной политики, вопросы даже создания образа будущего региона и страны. Это тоже должно все происходить на площадке общественной палаты и обсуждаться на ней. Ну и такие моменты, которые больше всего людей беспокоят, это там, где они живут, это благоустройство дворов. Потому что мы все прекрасно должны понимать, что в этих вопросах должно быть полное согласие и власти, и общества. Потому что власть не всегда знает, где поставить лавку. Наверное, людям, которые там живут, это им понятнее. И все-таки в этих случаях нужно слушать их. Это тоже является достаточно большой работой общественной палаты. Занимает очень много времени в выстраивании этих коммуникаций. Но быть оппонентом, я не вижу никакого смысла, чтобы палата была либо оппонентом власти, либо оппонентом гражданского общества, либо она была близко при власти и создана для того, чтобы быть какой-то подушкой. Это все неправильно. Это должен быть коммуникатор.